дракон это следы дракона ты думаешь а мне динозавр а мне кажется это дядя с большими большими ногами ходил йод молодец всем большой привет мы сонечкой сашенькой снова вышли гулять и я решила с вами поздороваться пьеда я сегодня практически не накрашена думаю ну господи кто меня увидит не успела потому что мы как-то рано вышли сегодня гулять опять-таки я хочу чтобы до массажа все дела завершить все 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 успеть сделать а и вчера я подводила результат конкурса победила девушка который зовут юлия и было так много участников девчонки у меня был закрытый конкурс на канале я специально не писала на заголовков никаких чтобы не привлечь особого внимания к этому видео чтобы посмотрели только те люди которые смотрят каждое мое видео не пропускают вот и решила сделать такой приятный сюрприз разыграла набор набор помад набор косметики и маску вот сифора в общем теперь у меня идея сделать еще один конкурс точно такой же закрытый скорее всего в следующем или через влог сделаю и вот как раз по поводу конкурса хотела тоже у вас поинтересоваться у меня пришла такая идея гениальная разыграть несколько подарков чтобы сделать приятно и хотя бы там троим людям может быть может больше получится посмотрим как я наберу подарки и вот как раз по этому поводу хотела поинтересоваться если подарки будут но немножко попроще это тоже будет косметика но зато их будет несколько или лучше сделать один большой там мешок с косметикой допустим на одну большую коробку и разыграть все для одного человека как вы думаете мне кажется что несколько подарков сделать это гораздо круче ой в общем у меня столько идей по поводу конкурсов я уже у меня очень много косметики ну как очень много есть косметика новая косметика которую я вообще не пользовалась я вы думаю лучше наверное эту косметику которую мне когда-то на обзор отправляли что-то я сама покупала лучше ее разыграть чтобы сделать кому-то приятное вот такая у меня замечательная идея еще по поводу конкурса я хотела сказать огромное огромное спасибо во первых конечно же каждому кто поучаствовал комментариев было невероятно много соня как обычно сейчас она будет кричать помогите показать что она делает она сейчас позвонит скажет робокар полли на помощь о нет сама высвободилась я у нас робокар полли в семье прилетая на помощь всегда ой в общем о чем я там говорила да вы представляете я получала комментарии даже стихотворной форме и у меня чуть ли не вот правда чуть ли не слезы наворачивались хотя и везде где только могла я писала предупреждала что программа случайных чисел будет выбирать я не буду выбирать там самые приятные комментарии какие-то самые это не творческий был конкурс просто можно было плюсик даже поставить или написать я участвую и кто угодно мог выиграть но все равно столько было теплых слов мой адрес только слов благодарности столько вообще приятностей спасибо большой большой девчонки я поняла что нужно конкурсы устраивать просто чаще вот так что будем исправляться давай еще салют я тебя фотографирую снимаю ой 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 у сони кстати комплект из магазина мариша у меня интересовались теплый он или нет он очень теплый даже вот на сегодняшнюю погоду 0 градусов он слишком теплый под низ я надела самую тонкую водолазку и самые тоненькие штанишки вот чтобы и хотя бы было более или менее комфортно и ненадолго давай вот этот ты возьми вот эту палочку видишь лежит 8 пойдем теперь делать что мы будем теперь делать мы соней лепим снеговика соня надела шапочку у нас снеговик маленький правда да ударенький такой крепыш морковки нет но зато у нас вот такой у нас снеговик получился круто снег выпал вчера у нас снег шел сегодня снег шел а так знаете такая странно у нас зима началась минусовая температура и пыль стояла на дорогах очень и очень странно сейчас хотя бы снег есть и уже так приятно гулять тыква как колобок пока у нас саша спит после массажа видите у нас тут стол даже стоит я еще не убрала стол здесь мы саша массаж делаем мы тут сонечкой сидим ой соня играет у нее кухня там будешь маму кормиться да я буду маму кормить только я отдаю смотри я педагогу для тебя тыкву ты приготовила для меня тыкву спасибо большое нет это не так это тыкву ммм очень вкусно ну что хоть ты вытворяешь твои дети дети твои дети дети это соня во всех видео такая спокойная спокойно у нас всегда вот соня во всей красе уйди мама я буду кричать уйди я буду кричать уйди туда куда туда туда куда туда туда ну что остались мы втроем вы я и моя сашенька тут лежит на кровати это так прикольно она ручками машет да вам не видно но когда-нибудь я не знаю я наверное доживу до тех времен когда начну сашу в своих видео показывать но она очень прикольная ну дети маленькие дети она еще представляете дети это да это прекрасно маленькие дети а спокойные маленькие дети которые лежат улыбаются тебе и машут ручками вот так это вообще прекрасно да саш да малышка шурочка я ее называю и у меня свекровь как-то услышала как я ее так назвала она говорит почему шурочка она же александра ой девчонки будем мы сейчас разбирать коробочку красоты космополитен вау бьюти бокс это у меня премиум коробочка недавно я делала обзор на royal samples и вы сами сможете сравнить стоимость у них если я не ошибаюсь одинаково и вот премиум та коробочка премиум коробочка у нас версия будет такая вот космополитен бьюти бокс и мы с вами сравним сразу вам скажу что эта коробочка мне понравилась и не потому что мне ее отправили по вам показать да я всегда думаю вот если бы я свои собственные деньги заплатила я бы расстроилась или обрадовалась однозначно я бы не пожалела например о своей покупке возможно даже обрадовалась потому что все что здесь лежит все это мне нужно всем этим я буду например пользоваться поэтому да я осталась бы довольна тем более здесь такие средства которые я опять-таки скажу я хотела попробовать и давайте начнем по брошюрке как раз таки первое то что я очень хотела попробовать когда только увидела что данные маски появились масочки глиняные от сифора и здесь у нас три маски на одно применение можно сделать так называемый мультимаскинг обязательно близко вам буду показывать как эти масочки выглядит да это саше на одно применение девчонки здесь на несколько раз не хватит из полноразмерки есть у нас вот такой набор я его очень хочу опробовать как только у меня лакут фаберлик сойдет кристина фиджеральд лак для ногтей плюс бонд подготовка от на тысячи триста пятьдесят рублей стоимость вот данного набора я дико обрадовалась когда я увидела какой мне цвет они отправили я обожаю вот такие оттенки сейчас я вам покажу это у нас получается бонд подготовка ой наносим одним слоем далее в два слоя наносим сам вот этот оттеночный лак это невероятно красивый лососево персиковый такой розовый цвет он дуахроматик отливает фиолетовым очень красиво смотрится вот поэтому я очень рада я сейчас не делаю гель лак себе забросила это дело потому что ну мне кажется это неоправданно поэтому пользуюсь обычными такими лаками вот это мне надо тем более такой дорогой лак посмотрим как он будет держаться кстати говоря далее два средства от шварцкопф это дорогая линейка бонакур я думаю что многие девочки с ними знакомы особенно блондинки очень любят вот эту серию шварцкопф это по моему профлиния они конечно не дешевые маска вот это стоит 200 миллилитров маски 1050 рублей восстанавливающая маска для тонких и нормальных поврежденных волос и вот этот и шампунь мицеллярные стоит 658 рублей за 250 миллилитров маски у нас 30 миллилитров а шампуня 50 миллилитров хорошие трава вот такие размеры следующее то что нам положили в эту коробочку лона профессионал масло для волос без утяжеления 100 миллилитров данного масла стоит 380 рублей здесь у нас 30 миллилитров это масло не смываемое берем одну две капельки масла и от середины волос к секущимся кончиком наносим данную данное масло и оставляем на волосах следующее то что здесь лежит у нас от biore увлажняющий гель для снятия макияжа вот гель я еще не пробовала для снятия макияжа от данного бренда но сыворотка мне очень понравилось вот это масло для снятия макияжа она очень эффективная такое приятное хорошо смывает макияж действительно вот это средство в объеме 170 миллилитров стоит 900 рублей практически здесь у нас 20 грамм вот принципе миниатюрка такая достаточно большая тающий увлажняющий гель для снятия макияжа я тоже слышала хорошего отзывы но прекрасные даже скажем отзывы на это средство думаю что не разочарует а вот это единственное то чем я сейчас пользуюсь и то даже на что я смогу оставить отзыв от виши так называется это средство нас гиалуроновый гель сыворотка для кожи цена 1400 рублей примерно за 30 миллилитров здесь миниатюрка в 5 миллилитров вот так выглядит данное средство баночка с помпой удобно наносить я даже сразу вот на лицо так нажимаю один или полтора раза хватает меня на все лицо и даже на область шеи очень тающая текстура это действительно что-то среднее между сывороткой между гелем между тонером даже консистенции корейского тонера вот что-то тающее привет вам от сашеньки вот так что это средство мне понравилось я его использовала до нанесения крема тоже от виши я вам даже принесла показать получала я его тоже в коробочке красоты очень нравится их вместе использовать как раз таки следующее то что у нас здесь лежит это крем для рук от урьяш называется он увлажняющий крем просто обычный увлажняющий крем 50 миллилитров крема стоит 620 рублей здесь у нас но такой хороший объем 30 миллилитров и еще у нас здесь есть крем от овен питательной компенсирующие за 50 миллилитров производитель просит одну тысячу восемьсот ваших кровных рублей и в общем что нам обещает этот крем восстанавливает гидролепитную мантию повышать защитные свойства кожи устраняет ощущение стянутости и дискомфорта следующее то что у нас лежит в данной коробочке это помада для губ от секретки корейский бренд и это у нас полноразмерка кстати говоря 820 рублей стоимость данной помады легкая формула не утяжеляет покрытие не оставляет чувство липкости это помада с бархатной текстурой имеет матовый финиш отлично но самое самое клевое это то что у него оттенок красивущий мне кажется что это тот самый оттенок который будет отбеливать зубы но по крайней мере не желтеть зубы потому что имеет холодный подтон вообще даже боюсь сейчас не прикасаться трогать ее потому что я нахожусь процессе сбора косметики на девчонки собираю косметику специально для конкурса чтобы разыграть и отправить эту косметику вам вот все совершенно новое будет так что вы не переживайте конечно же и помада этой пока мазюкаться я не буду в общем пускай она лежит 820 рублей стоимость данной помады вот такое было наполнение коробочки вау бьюти бокс космополитен за октябрь месяц буду ждать в комментариях вашего мнения по поводу наполнения понравилось вам это наполнение считаете его достойным или нет мне она понравилась и всем я буду пользоваться вот я сейчас думаю что возможно я вот эту помаду буду разыгрывать если вам захотелось познакомиться с данным сервисом то я вам оставлю ссылку где их можно найти ссылку на инстаграм а по поводу конкурса могу сказать что девчонки а сейчас на самом деле нахожусь процессе сборки собираю сейчас подарки и думаю что бы еще положить чтобы еще положить и вот у меня и лежит на какая какая-никакая новая косметика который я вообще не пользовалась вот я из нее думаю сделать вот два подарка может быть три подарка посмотрим как получится это не будет какой-то помпезный конкурс тоже так же как и в прошлый раз я тихо мирно проведу это будет закрытый конкурс вот не буду нигде кричать об этом так что да не пропустите девчонки обидно будет вот если вы каждое мое видео смотрите а именно то видео пропустите это будет скорее всего влог либо следующий либо через один заранее предупреждаю всех моих девчонок а теперь я пойду пожалуй купаться лекарства нужно сашеньке еще дать в общем дел очень очень много косметика косметикой но домашние дела ждут смотрите целая коробка косметики в принципе да приятно же как же быстро темнеет девчонки на улице наступило то самое время когда нужно успевать с детьми погулять пока на улице не стало темно вот я себя вижу в отражении и да мы каждый раз ходим с детьми гулять всегда проходим через пятерочку и спасибо большое за ваши советы девчонки я теперь прежде чем зайти в магазин всегда говорю соня что мы купим что-то одно и знаете это реально работает сони мы сейчас зайдем в магазин и купим тебе вот что-то именно от нам либо киндер сюрприз либо раскраску либо игрушку и вот соня обычно выбирать что-то одно здесь конечно покупки бесконечно покажу ну что вот это все покупки конечно это не только из пятерочки девчонки напишите мне в комментариях закупаетесь ли вы продуктами на месяц вперед на неделю вперед вот у нас так и получается и в принципе да молочку я всегда люблю чтобы молочек была свежая какие-то мясные изделия типа колбаса ветчина чтобы было свежее всегда поэтому вот мы ходим в магазин каждый день иногда даже по два раза закупаемся бывает даже по три раза девчонки что-нибудь забываем и сейчас вот здесь в принципе самое нужное закончилась гречка люблю я последнее время покупать гречку за которой не нужно следить просто забросил пакетик и все и не нужно стоять поэтому да я знаю что наверное это не очень полезно потому что пакетики есть пакетики джонсон с мне очень понравились в пятерочке вот эти салфетки детские вот поэтому фаберлик не стала заказывать теперь покупает джонсон далее местного производства паштет мы иногда покупаем правда редко но вот бывает иногда хочется молоко тоже местного производства бифилайф печенье это все из разных магазинов поэтому даже цену вам называть я не знаю вот допустим пельмени с бульоном это у нас магазин звениговский вот такие пельмени с бульоном звениговские 900 грамм здесь стоимостью них 144 рубля эти пельмени я пробовала сама хотя пельмени я вообще терпеть не могу неплохие такие вкусненькие пельмени не очень жирные пельмени у меня кстати представляете любит соня только она мясо конечно же выковыривает она есть только тесто от пельменей и в детстве скажу вам что я всегда так делала мясо отдавала маме с папой серьезно правда ела сама только тесто ветчина мы покупаем тоже местного производителя вот это печенье стоит 67 рублей за пакет дальше два пакетика даже молока как-то я даже не заметила вот этот звениговский литр молока у нас стоит 41 рубль молоко символ тоже около 40 рублей она в пятерочке продается и вот каждый день мы ходим в и минимум наверное 400 рублей мы точно тратим на еду каждый день вот иногда больше иногда меньше вот такие у нас траты только на продукты плюс еще мясо мы бы тоже покупаем это еще дороже выходит сейчас я вам покажу девчонки я вам решила еще показать что у меня лежит в морозильнике но вы можете да заметить здесь вот на самом деле была дверка я ее благополучно сломала потому что у меня морозилка всегда забита до отказа набита и сразу же можно проследить что мясо то у нас в принципе много потому что антон у нас есть мясо он наверное единственный человек семье который любит мясо больше мяса у нас никто не любит вот здесь если посмотреть верхнюю полку я положил вот эти перемене далее куриная грудка у нас здесь лежит блинчики лежат замороженные с вишней далеке там есть у нас вареники чуть-чуть пельмешки еще вот тут остатки лежат а вот здесь пакете девчонки это мясо на кости там довольно таки много я использую для супа либо не знаю в духовке приготовить очень много здесь ягод замороженных вишня смородина и лесная земляника вот есть мама из башкерии привозила они с тетей собирали вот я только по особым случаем вы вытаскиваю вот эти пакеты невероятно удобные я покупала в магазине фикс прайс здесь у нас вторая полочка там в отельке у нас цветная капуста замороженная это у нас кабачки замороженные но много мяса у нас фарш я всегда вот так замораживаю пластами чтобы удобно было ломать небольшое количество только использовать я и суп готовлю из фарша это у нас свинина по-моему вместе с говядиной облепиху я очень люблю в компот добавлять особенно зимой это у меня замороженная свекла девчонки я для супа всегда готовлю замораживая таким образом овощи сразу же на кубики нарезаю и замораживаю потом в пакетике очень удобно потом больше например приготовить я вытащила немного свеклы вытащила немного моркови тоже кубиками и все и борщ практически готов далее вот в этой третьей полочке я вижу вот это балык рыбы красная замороженная лед есть здесь у нас я вижу вот котлетки есть и мясо на кости тоже здесь я понимаю что морозилка тоже требует конечно ревизии нужно прибраться все холодно мне стало я закрываю это я к тому что мясом то я мужа кормлю сама не люблю но антоша мне приходится готовить раз зубик взяла и положила под подушку а теперь попроси зубную фею что принести тебе под подушкой что ты хочешь машинку ну ты попроси все я думаю зубная фея тебя услышит я ей вот это видео отправлю пускай зубная фея посмотрит и принесет тебе машинку